Будут ли реализованы все вот эти грандиозные планы по строительству современных автобанов в Украине? Или это все-таки останется только планами? И почему вообще нужно платить даже за дороги? Давайте обсудим с Оксаной Продом, народным депутатом и очень опытным экономистом. Спасибо, Оксана, что пришли. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот вы как оцениваете принятое решение? Вот эти платные дороги, это для Украины хорошо или плохо все-таки? Я голосовала за этот законопроект. Я сподіваюсь, что его в ближайшем часу президент подпишет. Потому что мова идет о новой дороге, исключительно новой дороге. Жодная сегодня дорога не может попасть под этот закон. Это первая часть. И вторая, те дороги, на которые в первую очередь будет распространяться этот закон, это четыре междунациональные трассы, которые уже в других странах построены, пришли до украинского кордона, до пунктов пропуску с Украиной и остановились. Потому что Украина сама построить эти дороги не может. А инвестор отказывается вкладывать деньги, потому что он говорит, что я не понимаю, как я это буду каким-то образом потом зарабатывать на них. Потому что у нас до сегодня такой возможности не было. Оксана, ваш прогноз. Если президент все-таки подпишет, когда возможно привлечение инвесторов? Готовы ли они, кстати, заходить в Украину? И когда нам ждать уже на первой дороге тогда в таком случае? Все процедуры, которые предпочатся с этим законом, законопроектом, законом будущим, они привязаны к решению Кабинета Министров. Поэтому я точно понимаю, что месяцев 3-6 нужно будет провести организационные моменты, для того, чтобы оголосить тендера, сплановать все вещи. Поэтому я думаю, что не меньше года нужно будет для того, чтобы началась работа. Вы говорите тендеры. Я правильно понимаю, что будут заходить не только иностранные инвесторы, но и иностранные подрядчики. То есть строить будет не наш Украфтодор, который сначала за 10 км дороги себе 28 дач на берегу моря строит. Будет инвестор, который выиграет возможность вкладывать деньги в украинские дороги и, соответственно, в будущем заработать на платном проезде. Ну раз уж я вспомнил про Украфтодор, а вот не расхолодит ли наш гигант и монополист вот такая инициатива? Смотрите, не будет ли ситуации, что хорошими у нас будут только те дороги, которые нам построят за иностранные деньги и иностранные компании, Украфтодор потрет руки, в общем-то, и наши станут еще хуже, и будут только разрушаться, разрушаться и разрушаться. Ну, насправді, все эти платные дороги, они с проголосованным сейчас законом, должны иметь обязательно альтернативу без платной дороги. Обязательно. Не может так быть, что дорога идет платная, а для нее нет альтернативы. Это одна часть, а не другая часть. Вимоги до дорог, которые должны строиться завтра в Украине, они не изменились, и наши сегодняшние дороги, они должны доводиться до нормального состояния. И не так давно мы изменили законодательство, которое сегодня обязает работников, которые делают ремонт, в том числе и Украфтодор, и иноземцы, которые сегодня часто приходят ремонтировать наши дороги, капитальные ремонты проводить, делать безоплатный, гарантийный ремонт дороги. И мы в прошлом году имели такой пример в Киеве, когда сделали дорогу, дорога была достаточно быстро, которая начала псовать, и переробляли полностью, до речи, иноземные инвесторы, переробляли за те кошти, которые были с бюджета сплачены. Эта норма, которая раньше отсутствовала в законодательстве, сегодня есть. Оксана, вы сказали о четырех трассах, да, межнационального сообщения. Понятное дело, что с них, наверное, нужно начинать, потому что там будут ездить в основном много иностранных машин, трафик, да, которые люди, в общем-то, себе могут позволить оплатить такое удовольствие, как оплата за комфорт в дороге. Можно ли говорить, что экономическое состояние Украины на сегодняшний день позволит нам в ближайшие годы увидеть и трассы внутри страны такого же качества? То есть идет бесплатная и идет платная? Или все-таки платежеспособность населения не приведет к такому быстрому развитию платных дорог в Украине? Я думаю, что ближайшим времен платных дорог, которые будут в середине страны, не связаны с международными трассами, еще не будут будиваться. Потому что, на самом деле, никто, даже сегодня, не рассчитывал, сколько будет себевартость от тех межнациональных трасс, которые будут добудованы. Потому что это, с одного боку, обязанности Украины в международном плане, с другого боку, мы понимаем, что транзит в любом случае будет окупаться. А в середине Украины наше завдание это створить умовы для людей отримать достойные заработные платы. Пока повезет, если повезет, жителям прилегающих районных или населенных пунктов к этим транснациональным дорогам. Ну и цена вопроса. Все-таки украинцы тоже, возможно, будут ими пользоваться. Примерно. Сколько может стоить километр проезда по такой дороге? Не рассчитывали. Вот я, готуючись до эфиру, шукала информацию ризно. И когда готовили законопроект, рассчитывание про то, какая будет вартость проезда, не делали. Просто интересно, будет ли она подъемной все-таки для наших сограждан? Прокатимся ли мы с ветерком когда-нибудь вместе с вами? И я сподіваюсь, что мы проедемося на наших безкоштовных дорогах. До речи, когда мы говорим, что они безкоштовные, это же не совсем правда, потому что все мы за них платим в разных механизмах. Даже во время заправки на заправках. Но, конечно, куда эти деньги идут пока? На сегодняшний день разобраться сложно. По крайней мере, по уровню комфорта мы этого не чувствуем и не понимаем. Спасибо. Оксана Продан, народный депутат, экономист, отвечала на мои вопросы.